Приветствую всех, кто с неослабевающим интересом продолжает следить за моим прохождением за Россию Seedmars Civilization 6 Gathering Storm с последним патчем на уровне сложности Божество Много всего интересного происходит, и поэтому давайте продолжим Продолжаем вести Россию к светлому будущему К светлому будущему К светлому православному будущему Православ, кстати, мне даже интересно, насколько хорошо у нас тут религия распространена Ну, конфуцианство, конечно, доминирует на планете, но тут и протестантизм недалеко Зероастризм 30, православие 27, в принципе, неплохо Мне бы попробовать вот Америку действительно до конца обратить То есть вот так вот юг будет полностью обращен И может начать Францию чистить от протестантизма, потому что я с француженкой в Союзе Какие у нас вообще тут религии? Англия, Ацтеки, Нидерланды, Финикия, Скифия и Норвегия Вот тут у нас как-то так скучно получилось Видите, Ацтеки здесь Нидерланды здесь, Англия здесь Вот как-то вокруг меня все Поосновывали религии Потом Есть еще проблема Уже довольно серьезно начинают таять льды Уже вторая Второй этап за отопление климата То есть скоро вот эти О, а я тут пригород строю Можно пригород тут отменять строить Мне кажется, оно затопится А мне еще, извините, один ход до электричества А потом еще шесть ходов до компьютеров А, каких шесть ходов? Какая печаль-то проблемы с затоплением кто это у нас так тут кочегарит ну инки понятные нидерланды до проблема ну а мы пока тут индию захватываем бангалор и раньше мне неинтересно меня конечно интересует патной мадурай и там и там стены возрождения это будет тяжело но тем не менее надо заниматься еще англия подъехал со своими юнитами зачем-то умирать видимо трогать этих кирасиров давайте добьем так потом уже объединим в армию тут больно мадурай будут если я мадурай беру то уже об индии точно можно забыть потому что эти города будут по лояльности увидите у меня уже даже сейчас не отваливается ничего по лояльности патна держится только потому что это столица я не хочу за бангалором честно говоря заниматься это ну бессмысленно думаешь он тут много чего построить его хотя мне тут прилично производства но два жителя всего-то так тут мы тут я хочу флотом ацтека закончить у нас еще прокачка гранты я думаю может мне в санкт-петербурге тогда с фабрика закончится и научные гранты делать ампус не построен я конечно могу научные гранты делать но без кампуса это не получится так когда доставим в очередь значит тут ацтек пытается какой-то фигню сделать опять же тут куда-то прется такой настырный так карточки я уже на строительство морских юнитов убрал поэтому потихоньку давайте зачищать акваторию и будем грабить территорию ацтекскую так как у нас капер это я на этом кучу денег должен поднять я рабочий тут ждет возможности это болото сушить наконец-то но пока от стеки там беда курят может ничего грабить будут заодно и починим апать ли мне до фрегатов у меня было столько заготовлено под фрегатов да и все потеряно чем он куда чувак вы выперся ну наверно надо письмо в фрегаты вот ацтек какой дичь творить ну меня все что беспокоит это конечно инк потому что это какой-то иисусветное вылетание но он в информационной эре понимаете уже можно конечно дальние связи такое быть но вообще это какое-то дико дикое преимущество по науке по культуре то я тут рядышком идут все рядышком три человека в эпохи атомно по культуре но это нормально а вот по науке такое дикое преимущество вот это дико например покачать юниты старые англия и англия немножко уровней получим не грабится давайте рабочих по захватываем тогда индус везде просто просто упорно везде построил стены мрак какой-то больно помоду раю бить пока я буду окружать его когда всеми минутами окружу тогда и будем упасить так соля норы я бы мир заключил тебе похожу может еще есть чем лупануть мне бы париж еще открыть полностью если тут что-то необработанное ну вот можно вырубить леса не забывайте опять так из флангов у меня все казаки прокачаны на атаку флангов все здоровье не рано еще есть чем уходить ну я имею смысл не убивать юниты этому городу мы сперли золото наверное обосновывается плотины кстати очень редко вижу чтоб компьютер строил провоцирует беспорядки беспорядки снижает лояльность нафиг надо диверсия на производстве такое а вот перри перебрасывать шпионы из одного города в другой это очень полезно бывает почему это возвращаюсь это юниты были так ну с нидерландами кажется у нас еще и финики воюет да может и до свиньи ки подружиться так серьезного и заключить военный союз так у меня четыре ртути надо торговать вот у финики было алмазы и янтарь янтарь по у меня точно есть а вот алмазы не факт до алмазов нету а янтарь дарить ну я с кем-то торгую просто янтарем так еще двух мы кстати не встретили до сих пор она даже готова нехилые бабки заплатить вообще давайте вход принимать нормально мне от меня устраивает вы еще что есть поторговать сахар у у инка не хочу с инком торговать честно говоря но по-моему а вот еще мрамор мрамор китая или вот у америке есть в америке ртуть не буду давать с америка ртутью он много хочет хорошо а китай я даже готов не платить и еще одна ртуть осталась слоны есть черепахи есть ну блин похоже только сахара у меня уже нету все остальное реально есть оливки есть да прикол ну я не уверен что блин я не уверен что ацтек хотя это же там много городов они большие ему нужно нужно счастье только хочет с меня бабла забрать так промышленная зона тут можно еще райончик построить кампус а вот тут если тут рифа нету рядом поэтому никакого соседства выгодного нету от ралочки тоже некуда встунуть кампус так военные лагеря я уже по захватывал у индуса их дофига аквапарк аквапарк как играл я где хочу где-то здесь поставить скорее андавайте давайте пригород мастерской сейчас просто куплю видите затапливает эти клетки ну ладно вот на эти где плюс 3 поставлю покупаю клетку возвращаю астане и вообще на помню нижнего новгорода была до нижнего новгорода вернем у него еды нету вообще в джебалпуре джебалпуре пока ничего интересного город не растет войны инженера давайте построим у нет сколько денег похитил тысячу вход считайте во первых нам надо юниты купить за веру что может мне уже хватит мне бы что-нибудь осадное давайте давайте этих бомбард надо армию бомбард сделать город их ее не убьет вообще никак так так количество надо до открывать морской порт появляется потом уже все остальное будем смотреть и давайте решим с губером то у рейн игра золото за каждого жителя в городе ну я буду 77 золото иметь ладно в магнусе юниты расходуют меньше статистических ли ама не прокачивать тоже как-то смысла нету ладно давайте рейну можно будет районы за золото точнее я бы даже вот энергию тут брал мы у меня такое ощущение что инк тут должен улететь вообще у смотрите уже и спутник если по моему вообще даже никто рядом нету никого то есть да меня осуждает а инков вы не хотите осудить то есть по науке никого вообще рядом нету если вы думаете что это я такой отстающий то я как раз нормально у меня с наукой со всеми другими компами то инку летает как бы мне сагрить кого с инком воевать он каши вою с франции ну это хотя может и нормально они там воюют он бы отстека уговорить на инка напасть у меня не хочу этого сделать пока я сам не пограблю инка ацтека извините так пришла пушечка умирать он даже просто идет сюда он даже не грабит ничего просто привел юнит и умереть еще он ведет а это он и у иерусалима выкупил ну и такой 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 дурак компьютер местами так ну что тут у нас какие есть надо аккуратно чтобы не по возвести сюда встанут и я видимо попаду под 1 2 по 2 выстрела это и . в перемещении он тогда просто будем юнит и обстреливать повышение пушку встал ну пушка немного несет морским юнитом урон наносят сильные осадные бомбарды там арта города мы не можем взять потому что я тоже стены средневек возрождения да здесь уже вторые стены для кораблей вот этой эпохи уже сложны а уж стены возрождения как он сюда пробрался конец то и не дали очки за этот лагерь не трындец столько мы его колупали уровень правда был ну ладно нам важнее убить этого парня уровень получать будь здорова что клетки не обработаны нифига компьютеры всего компьютера все хорошо нифига нету ничего не обработано без проблем но проблема так что у нас тут кто-то пытается убить мои юниты подозрительно ну поехали город наверно окружать и атаковать я щас больно буду полу сам эти эти казаки не убиваются о кп а городка лупать надо сети как мало снимает да трындец конечно это стены возрождения мы пополупаем ее стены то не восстанавливаются понимаете такой низкий урон наносится потому что стены полностью готовы а стены нельзя восстановить пока сколько-то ходов ваш город не атакует только тогда можно будет восстанавливать ну заодно тут можно будет грабить потом здоровьем сам зашибись а что так может сейчас и восстановим вот поменьше здоровье вот а я тачку здесь и ладно ну ты не все клетки лет вот восстановление еще здоровье ну как только деньги даст а это промышленная зона да ну кстати 78 науки я пожалуй возьму потому что мне надо быстрее открывать плотины что нам дает морской порт ну опыт морским юнитом да стоимость подготовки плюс два золота на всех прибрежных клетках в этом городе так же плюс две пищи и плюс плюс два золота одно жилье я бы наверно в москве сделал этот порт и построил бы здесь пригород пригород тут есть фабрика тут не нужна и так вот влияет фабрика из Астрахани в Астрахани можно а как у меня с углем так что у меня плюс три всего лишь где то я еще могу пыль индуса захватывает как бы мало угля для фабрик просто стоит на территории где-нибудь рядом ага вот бангалор с углем это мой уголь дели не обработано вот ага вот у нас рабочий он пойдет уголь обрабатывать так отлично это все персидский вся фигня вот знаете чего еще не хватает этому фильтру интересно если я выберу Индия а не Индия а Россия нет блин может как то можно выбрать свою территорию не знаю границы наверное тут можно какой-то фильтр то есть я хочу чтобы показывали только в моем в моих территориях ладно потом как-нибудь разберемся о в ионическом море плаваем кстати еще интересно вот представлены я еще в прошлой серии по-моему говорил рядом эти индейцы мапучи ацтеки и инки хочется сказать что ээээ я вот как-то я думал об этом вот об этой ситуации в игре я подумал что жалко что тут нету майя и мне вот пришла на ум такая мысль почему некоторым еще и шестая цива не нравится и что мне например еще в ней не нравится тут действительно представлено слишком много каких-то мелких цивилизаций вот этого нету ощущения иногда действительно развития цивилизации вот были бы тут инки ацтеки и майя например вместо тех же мапучи уже по-другому бы ощущался масштаб совершенно зато есть тут крии да ну беда все та же например ну я не в этой партии вообще говорю которые не так много следа оставили в мировой истории там какие то может специалисты много знают и вот было бы так по-моему исторически инки с майя и с ацтеками никогда не между собой не сталкивались и не имели отношений а так можно было бы такой вот 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 это вот слишком много несущественных цивилизаций разработчики добавили в игру ну видимо продолжим здесь исследовательские гранты нам надо выходить так здесь угольную электростанцию я куплю и библиотеку строим и вообще вообще не что и библиотеку я куплю а вот универ построим верь тут закончена порт я купил так растет один вход а я еще искал мне вот сказали что тут я не смогу бонус производства дать потому что канал только в одну клетку можно встроить я поискал кто кто построил панамский канал вот перс вот здесь построен такая бесполезная постройка по моему вот тут должен был канал какой-то быть и он был бы панамским что это реально соединение двух частей мира что из этого из этой из этого водоема вообще невозможно проплыть например во францию не не оплывая весь мир а так был бы вот пролив такой проплыв это реально было бы исторично и действительно такой панамский канал вот смысл персу как бы тратить кучу ресурсов для этого проплыва что из из старсов спарду быстрее плавать станет да не особо так нужно в москве то стоит фабрика не нужна пригород не нужен банк не нужен монументы ну я спрашиваю монументы не строй потому что всегда есть что другое сейчас вот монументы они в начале хороши сейчас ради одной культуры ну и когда там лояльность влиять сейчас ради одной культуры это все слишком слишком много так давайте глянем на великих людей торговца слушайте торгует хороший 22 23 может тогда поделать инвестиции в центр коммерции здесь так троян объявил рим объявил войну японии как ни странно вот это зеленый рим а япония как раз цветов рима это очень странная такая капер и виктор занял должность в деле ну посмотрим как дальше пойдет забыл кстати надо с англией голландии или с голландией не мириться там все таки финики с ней воюют так как мы в союзе с финики военным будем помогать финики силы больно больно это по каперу чисто город ударил вообще могу каперов а нефти у меня нету пока александр махедонский ты чё меня осуждает принц знает где он надо бы конечно в нефть еще выйти но мне надо и в нефть и в дамбу и начать затопить все города мальчик меняем так бонус центра соседства и гавани ставим тут право прохода со всеми государства и плюс 4 на влияние ну или против ацтеков поставил да и против англии неплохо работает дополнительная вера ну вот это все надо или ставить уже кампусы и промышленные зоны блин эти кампусы и промышленные зоны уже уже вера не так прям критически важно я конечно еще рационализм поставил но ну нет нет город нафиг ну почему уж у меня вы высаживаетесь сволочи ну мне не нужен я и силу приму его сжечь не могу блин я тут не пограблю такими таким уроном то ну чё мир будем с ацтеком заключать пускай он с персом воюет может потребуем правда чего нибудь жаль 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 я не могу даже понимаете вот приблизиться будет урон наносить серьезный я начал по по обстреливаю конечно сейчас юниты этим сейчас посмотрим готов ли от так вообще мириться то я подойду его обстреливать это можно вот а то есть он готов мириться просто на ровном хорошо англии там есть какие-нибудь юниты не пришли эти караваны к сожалению грабить не могу да там ли вы тоже замерился а она мне а ясно так ну давайте по обстрелу сейчас что-нибудь разграблю действительно ну вау я юнит захватил я и забыл что так капер умеют я по моему веру получу тут деньги то лишь 80 веры а рыба по моему да здоровье здоровье не интересно то а я не могу разграбить за скал ну вот теперь можно и мир заключать как говорится повоевали и хватит ну это куплены индусом юниты у иерусалима я не то не думаю что им это что-то сделают порты еще надо строить два банка две угольных электростанции ну вот здесь электростанцию тоже можно купить как раз прокачаем две угольных электростанции переработку переработку и в нее собственно идем потом пойдем стали варенье угольную шахту и броненосец а где у меня каравеллы для броненосца предыдущие вы 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 минус 5 обороны минус 3 здоровья копают касаки город потихонечку сам убьется я думаю так пушечка умрет башня шума дура им обстреливает моих мушкетеров уже интересный выбор нам бы еще я почему эту осадную башню не убираю потому что она апается в колонну транспорта снабжение коряет лечение соседних юнитов и дополнительно очку перемещаем но для казаков не особо важно жду когда мы туда выйдем будет быстрее все лечит я думаю что это сами копеечки меня убьются тут индусы уже армии то и нету так остатки былой роскоши блин мне бы где-то апнуть каравеллу в броненосство но это надо быть на территории союзника это каравелла тут а это каравелла так и некие надо что по городам государством антиохия мой союзник лиссабон и рапануи дают меня рапануи надо до 6 довести до гельмина оба оба моих соперник с которым я воюю больше всего имеет послов у рапануи но так как одинаково имеют то они не союзится и рапануи соответственно мне дает культуру давайте еще забросим туда эти следовательские гранты делать такое дело идеологии открыты надо нужна демократия канализация спам даже не открыто да у нас есть куда стремиться к сожалению мы то не успеваем причем китай объявил войну с кифом то шанхай по лояльности отваливается где там у нас инк тем не менее вы не думаете что он уже победил тут компьютер действует очень странно всегда и откуда у 3 3 этих не собирал кавалерии чувачок прискакала кавалерия ами пучай педине в финиту он ким фалита ней на кентами ваш народ очень гордится своими корнями я вижу с кого эти люди берут пример о чем это вообще осталось от войны наконец-то уже наверно начала накапливаться москва нуждается да это сейчас 0 удовольствия не знает вы пишет архангельск на жителей кавара не зашло ну тогда распространяем же истинную веру не но он не должен взять окру двумя кавалеристами глянем действительно про усталость от войны капает ли что-нибудь нет не особо мы устаем от войны оказывается ну ладно тогда перс продолжает изображать атаку на ацтех ну там он все убьет и а а и и и а и и и и и и и Универ. Ну, это тоже можно исследовательские гранты делать. Территория, конечно, такая у меня еще. Мне не очень нравится. Тяжело, Мадурай. Ну, похоже, без арты тут уже делать нечего пока. Все, надо арту копить. Все за ту же веру. Приходить и досносить все до конца. А, нет, утилитры. Но, опять же, не будет нефти, не будет арты. Поэтому... Такое. Давайте, наверное, тогда послов еще купим. Отправим действительно чистить. До обращаем. Да, обращаем американца. Только у нас там городов уже пишет. 28. Да, обращаем американца. И займемся французы... Франции. Тогда обращать американца, мне кажется, миссионеров будет достаточно. Там не требуются какие-то экстраординарные усилия. Персидские города сами обращаются. Ну, там Вашингтон, Новый Орлеан, Чарльз. Там вот это вот надо все обратить. А вот... Для обращения Франции нужны особые меры. Надеюсь... Ну, тут еще важно... Какие нам прокачки... А, блин, не хватает. Чуть-чуть. Какие нам прокачки выпадут на апостола. В этом плане... Город-государство Ереван очень классный. Ну... Дать, наверное, убивать... По Валерию. Займемся тут юнитами просто. Таким образом будем прокачиваться. Просто очень большая сила уже у городов. Я не знаю, откуда он ее берет. Честно говоря... То есть... Откуда у городов... У меня, смотрите... Это... Казаки... Я 79 имею. У... Индуса максимум кавалерия... Кавалерия, да. Кавалерия это как бы аналог казаков. Но у казаков плюс 10 ксида. В сравнении с кавалерией. И он почему-то имеет силу 94... 86... Ну, это какой-то... Бред просто. Я тут постою. Хочу подержать город в осаде. Странная карта получилась. 74 это из-за проекта. Ну, мне бы хотелось этого... О, тут хорошо меня обгоняет... Скифы. Потому что этот инженер нафиг просто не нужен. Торговец... Леви Страус... Нужен. Джинсики, джинсики. Пригород достроили. Парк... Ну, морской порт. Морской порт давайте. Фабрик... Слушайте, может мне тогда... Заключить мир... С индусом, чтобы уже начали эти города на меня работать. То есть, в ближайшие 10 ходов у меня арта не появится. То есть, через 10 ходов... Когда я на него нападу. Вот такой план. Давайте, наверное, так и сделаю, да. Индия. Так, ты нам тут все уступаешь, все города. Дальше... Даешь все свои деньги. 648. Все... Все свои деньги. Вход. Ага, это он не хочет, кстати. По 50 вход. 40 вход. Так, а где там ты у меня фаунс-то стырил? Не хочет возвращать. Ладно. Деньги для меня тут важнее. Так. Вот теперь эти города не оккупированы. Они теперь могут расти. Так. Теперь просто... Блин. Вот куда я его выкинула? Просто ждем... Арту. Подстава. Стороны индуса. Англии. Я воюю сейчас только с Англией и Нидерландами, да? Ага. Броненосец. Искоряем сталеварение. Хорошо. Артефакт нет. Три мушкетера. Кстати, надо мушкетера создать. Два банка построить. О, мы, между прочим, сейчас ускорим компьютеры. Национальный парк. Блин. Вообще... Я-то могу купить? Или не могу? Не могу, наверное. Да, не могу. Может, тогда открыть охрану природы? Не, у меня демократию надо быстрее открывать. Хотя, перехода до радио. Я просто не уверен, что у меня тут где-то может быть... Вот здесь. Вот тут может быть национальный парк. Да. Давайте, значит, откроем охрану природы. Таким образом мы ускорим радио, а компьютеры, раз потом не откроют демократию. Примем ее. Ну, на этой радостной мирной ноте с недозобранным индусом я эту серию закончу. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Напишите, кстати, в комментариях... Вот я говорил про то, что не хватает цивилизации. Вот мне реально шестой циви майя не хватает и византии. Я вот хотел бы за них играть. Каких цивилизаций не хватает лично вам? Жду ваших комментариев. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Играйте в умные игры.